Для того, чтобы попасть в секцию плавания, в бассейн Инкермана в первую очередь претендентам необходимо сдать норматив по бегу. Дистанция 30 метров. Многие из детей удивились, что первые испытания проходят не на воде, а на асфальте. Но закрыли на это глаза, ведь придя в бассейн, они преследовали благородные цели. Пробежал я изо всех сил, но выбрал плавание только потому, что если там кто-то начинает тонуть, то можно было сразу же подбежать, подплыть и спасти его. Еще можно было каждый день и в бассейне, и в всяких других местах, водоемах плавать. Здесь же на улице детей проверяют на гибкость, смотрят, насколько они способны выполнять тренировочные упражнения, необходимые для занятия плавания. Набор ведется в бюджетные группы Севастопольской школы Олимпийского резерва номер один. Заявок уже больше, чем бюджетных мест. В физкультурно-здоровительном комплексе Инкерман предоставляется 90 бюджетных мест. То есть 90 мест для юношей и девушек, которые хотели бы заниматься плаванием. Порядка 135 уже подано заявлений и, соответственно, для того, чтобы отобрать эти 90 лучших занимающихся, у нас существует система отбора. После сдачи нормативов по бегу и испытаний на гибкость претенденты на попадание в секцию плавания переходят в спортивный зал. Здесь они сдают челночный бег, прыжки в длину с места и отжимания. Детки все разные, но в основном подготовленные, хорошо сдают нормативы. Надеюсь, что всех успешно сдадут нормативы и поступят в нашу школу. После 11 марта начнутся испытания уже на воде. Самые маленькие, это группа 7-8 лет, будут заниматься в бассейне глубиной от 60 до 80 сантиметров. Ребята постарше, это группы 9-10 и 11-12 лет, смогут попробовать свои силы уже в бассейне, глубина которого достигает 180 сантиметров. Дети будут заниматься три раза в неделю, либо понедельник, среда, пятница, либо вторник, четверг, суббота. Ну и дальше планируем уже участвовать в соревнованиях города Севастополя, Крымских и Южного федерального округа. Заявки на отбор в секцию плавания можно подать до 18 марта. Сами испытания будут проходить до 25 числа этого месяца. Сразу после этого начнется тренировочный процесс. Алексей Дмитриев, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.